ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую всех, я Рома ДВД. С сегодняшнего дня я решил выкладывать на канал выживание и способы выживания в постапокалиптическом мире с помощью такого некоторого симулятора, что ли, который называется DayZ Stead Alone. Но первонаперво мне нужно найти топор, потому что без топора, как говорится, против зомби с голыми пятками не попрешь. Поэтому топор находится чаще всего, кстати, вот в таких больших ангарах. Мне нужен пожарный топор, который убивается на удара зомби. Можно еще найти колумб, обыкновенный колумб, деревенский топор, но его тоже очень сложно найти, потому что они, как правило, содержатся в каких-то там локациях, которые очень удалены от места твоего респавна, и до них обязательно нужно далеко бежать. Как правило, именно там спавнятся такие вещи. Ну что же, в ангаре не было топора. Нужна еще вода, потому что персонаж очень хочет пить. Напить всякую дрянь нельзя, поэтому нужна чистая вода, либо газировка, не пропавшая. С неистекшим сроком годности, что ли. И, конечно же, нужен рюкзак, потому что без рюкзака некуда положить хабар для выживания. То есть некуда сложить все добытое. Добытое, чуть не сказал, все награбленное. Все добытое. Потому что, ну как сказать награбленное, тут же ни у кого ничего не отнимаешь, поэтому никого не грабишь. То есть, вот, видим плоскогубцы, но с помощью плоскогубцев, я думаю, вряд ли можно убить зомби. Есть шлем, надеть его на башку нужно непременно. Он спасет от ударов по тыкве, от разъемного зомби, знаете. Это уж проверено на самом деле. То есть, лучше все-таки использовать средства защиты. Лучшее средство защиты для головы, это, конечно, армейская каска, Но пока что еще до этого очень-очень далеко. Ну что же, пойду я выяснять, какой же это город. Это Электрозаводск-Сити. Ух ты, как я удачно респаунулся-то, а. Очень удачный респаун был. В общем, город Электрозаводск. Здесь наверняка найдется и рюкзак, и питье, и еда. Потому что город очень богатый, так сказать, на такой лут. Но насчет топоров я не уверен. Также в Электрозаводске очень много патронов, что я уже успел выяснить. Прям буквально, вот, бери, не хочу. Действительно, валяются пачками патроны. Ну, в общем, пошел я обзаводиться с карбом. А с вами увидимся немножко позже. Очень удачно я нашел сочетание такое. Башмачник и тут же хлебозавод. Причем хлебозавод выглядит как простейший дом. Там не пекарни, вообще ничего нет. Написано, хлебозавод, печенье, буханка, булка. То есть вот так печенье, буханка, булка. Это в понимании разработчиков америкосы, да, делали? Причем негры. Это для них хлебозавод. Ну, прикольно на самом деле, что... Вот я обзавелся уж дубиной и фляжкой. Воду я выпил, чтобы погасить, так сказать, утолить жажду. И теперь нужно искать колонку, чтобы снова наполнить флягу водой. Вот, ребята, встреча с зомбаком. Я, наконец-то, нашел пожарный топор. Блин, я не знаю, сейчас успею свалить, нет от него, чтобы он меня не покоцал. И достать топор. Блин, он у меня еще и не в руках. Видите, в чем фишка пожарного топора? С одного выстрела. В ваншоте там, с одного удара. А с одного удара я могу выносить нечисть эту зомбятину. Ну, что же, бежим лутать в поисках рюкзака. Мне важно найти сейчас рюкзак и кое-кую пищу. Пищу. Но в данном случае не для ума, а для тела пропитания. Ибо персонаж захочет скоро жрать, если уже не захотел. Пока еще нет, но в скором времени. Вот он, тот решающий момент. В одном из домов я нашел во время лута карту. Карту города, которая называется Чернорусь. Давайте посмотрим. Так, мне достался довольно приличный кусочек карты. Причем мне достался кусочек карты там, где взлетная полоса находится. Вот именно туда я и отправлюсь за оружием. Вот эта взлетка, это военный аэродром. Здесь можно, в принципе, неплохо нарыть оружие. Но до него бежать и бежать и бежать. Порядка девяти километров. Ну, благо я знаю, куда. Так что... Не составит кого-то определенного труда. В общем, буду и дальше продолжать находить кусочки карт. И потом соединять их воедино, чтобы получилась одна большая карта. Если, конечно, мой персонаж до этого времени доживет. На что я, в общем-то, надеюсь. Встретимся немножко позже. А вот так, ребята, выглядит одна из достопримечательностей Черноруси. Посмотрите. В городе электрозаводок вот такая вот церковь. Давайте зайдем, посмотрим. Закроем, конечно, за собой двери. Мало ли, зомби подкрадется втихую-втихую, да? Так, вот видите. Хотя нет, вряд ли зомби осмелятся зайти в церковь, конечно же. Но мало ли. В общем, вот кресты. Изображения. Различные. Вот на самом деле не знаю, что это. Ну, похоже на саркофаг какой-то, честно сказать. Различные иконы. В общем, воссоздано все довольно-таки симпатично и интересно. Можем посмотреть вот. И кто-то оставил свои ботинки. Это, наверное, мусульманин приходил молиться. Он перепутал мечеть с церковью. Оставил свои ботинки и ушел. И ушел босиком. Что-то к юмору, ребят. Один раз я, вот, наверное, Библия или что это? Тестамент какой-то. Не знаю, что это. Я английского не знаю для меня. Ну, наверное, все-таки это не Библия, судя по всему. Один раз я уже довольно неплохим персонажем. У меня был очень такой жирненький персонаж, я имею в виду. В плане того, что было масса оружия, масса всего. Застрял в текстурах. Вот через эти двери пролез случайно туда. А обратно выбраться не смог. То есть, просто проскочил в эти двери. И обратно не смог уже выбраться. И, к сожалению, потерял вот так своего персонажа. И он очень долго не вздыхал там у меня. То есть, у меня не было с собой пропащих консервов. Или пропащих мандаринов. Или еще чего-нибудь. И в итоге я не мог убить очень долгое время своего персонажа. Игра была включена. И он просто там погибал от голода. И он специально не кормил. В общем, такие вот, ребята, пироги. Слышим, как рядом с нами находится какой-то игрок. Но так как в этой игре идет борьба за выживание. Поэтому любой для нас может оказаться врагом. Поэтому лучше избегать встреч с людьми. Пока не потребуется какая-то конкретная помощь. Вот видим, персонаж бегает. Ну да, он тоже не жаждет встречи с нами. Ничего хорошему это все равно для него не сулит. Пойдем лутать дальше. Патрончики. Привет. Все здесь уже обчистки? Привет, я здесь. Да, почти все. Оружия здесь больше нигде нету, кроме как пожарки и школы. Здесь есть... Подожди, здесь бывает оружие? На этой локации разы? Здесь у меня в школе бывает пистолет появляется или какое-нибудь ружье. И пожарки бывают. Магнум появляется. Я в школе был, а в пожарке я даже не знаю. Покажи, где пожарка, в какой стороне? Да я только что туда сбегал, я вот берет забрал. Понятно. Нет, беги на аэродром, на военный аэродром. Где труба большая такая? Короче, вон в той стороне, смотрите, показываю. Куда я смотрю? Вот там военный аэродром. Вот туда за оружием беги. Не знаю, я лучше, наверное, до Черногорска. Там тоже есть пожарки, в принципе, и школы. Там тоже, наверное, можно найти оружие. Ну понятно, давай, удачи. Вот такое-то общение состоялось. То есть, видим, что, оказывается, все-таки не все враги в этой игре бывают. Но все ищут непременно оружие. Почему? Да что при любом удобном случае, при любом удобном раскладе, этим же оружием тебе и напинать. Поэтому... Кстати, что касается фруктов, фрукты вообще не стоит употреблять никакие, если здесь не написано фри, то есть свежий. Или фреш, я не знаю, черт, что там фреш должен быть написан, да. Это значит свежий. То есть, если там что-то 100%, то это все уже хрень, и явно есть не стоит. Вот. А стоит питаться консервами. Как, допустим, вот... Баночка с консервами. Написано пресс-лайн. В общем, значит, тоже свежий, опять же. Можно есть эти консервы. Ну что? Не только я один здесь был. Здесь был еще один игрок, который лутал вместе со мной этот самый Электрозаводск. Я думаю, здесь, наверное, все-таки уже больше не стоит ничего осматривать, потому что достопримечательности, кроме церкви, здесь нет. Оружия здесь я не нашел, но зато я нашел кобуру. Вот можете посмотреть. Такая вот кобура у меня висит на пузе. Если вам видно, да. И я думаю найти магнум. И в этой кобуре, думаю, он будет очень удобно помещаться. Не занимая мест в слоте. В рюкзаке. То есть вот такие вот, ребят, пироги. На сегодня, пожалуй, все. Следующий день выживания будет... Следующий день выживания будет, наверное, в следующий день. Day of the day. В общем, в следующий раз я побегу. Сейчас я вам покажу на карте, где это находится, располагается. В следующий раз я побегу вот сюда. На военный аэродром. Лутать военный шмот. Военный аэродром содержит массу оружия. Если повезет, конечно же. И военные вместительные рюкзаки с 35 ячейками. То есть вот он, военный аэродром. Чтобы вы знали, я нахожусь сейчас от военного аэродрома... Так, вот он. Я нахожусь где-то... Где-то, в общем, вот... Вот он, Электрозаводск. Вот здесь нахожусь я. Вот здесь находится аэродром. То есть мне надо щемиться сюда. Но на самом деле без... Без каких-то либо, я не знаю, опознавательных знаков по пути это будет сделать очень сложно. Хотя, тем не менее, я знаю, что вот есть по пути Руста, есть еще какой-то Великий Камень, Магвинка. То есть пробегая вот эти вот населенные пункты, я могу знать, что я нахожусь именно на пути... На пути к военному аэродрому. Да и помимо всего прочего, конечно же, у меня есть очень полезная вещь, которая называется Компас. Пользоваться ей, в общем-то, совсем не сложно. Нужно просто переключиться на Компас, взять его в руки и включить вид от первого лица. И мы видим направление. Вот я смотрю и приблизительно знаю, что вот Электрозаводск и где-то вот в этой стороне, вот в этой стороне, то есть получается Юго... Юго... Юго что? Юго-Восток, что ли? Наверное, да. В общем, в этой стороне находится то самое место, тот самый военный аэродром, в который мне и надо бежать. за оружием. То есть сейчас я направляюсь как раз именно туда. Возьмем топорик, зайдем на всякий случай сюда, глянем, что может быть найдется. Может быть что-нибудь. Хрен его знает. Ну, может какая-нибудь оружейка. Вот такие вот двери никогда не открываются с целыми стеклами, поэтому можно к ним даже и не подходить. Часто вот в таких ангарах тоже можно найти пожарные топоры. Кстати, вот очень хорошо аптечечка. Обеззараживающие таблетки. Я все пытаюсь понять, сколько нужно таблеток, чтобы обеззаразить зараженную воду. То есть вот уже вторая упаковка, но пока что все безрезультатно. Что-то еще есть. Нож есть, топор. Но мне это ничего не нужно, потому что консервы я могу открывать с помощью топора. Компас. У меня какой? Изношенный компас? Да, у меня изношенный компас. Этот целый компас. Соответственно, я меняю компасы местами. Наверное, просто целый компас будет исправнее работать, чем изношенный. Гаечные ключи вот такие можете даже не подбирать. То есть они абсолютно бесполезны против зомби. Так же, как и зеленый берет. Не оливковый, а именно зеленый. Наверное, пограничники. Так. Что я хотел насчет оружия-то сказать? Можете даже не подбирать оружие. Кроме топоров. То есть единственное, что вам подходит, это топоры. Так, наручники. Нет, не наручники, но ключи. Я не знаю, от чего на самом деле ключи, но вдруг эти ключи мне пригодятся. Не знаю на самом деле. Пока что ящиков замками я не видел, которым бы требовались ключи, но а вдруг будет лишнее ячейку занимать, недолго выкинуть, знаете. А хабар все-таки нужно всякий разный. Вот краповый берет видим. Ага. Что-то раскидались они тут беретами. Вот, ребята, я и покидаю город Электрозаводск, в котором я находился недолго, немало, около двух часов и облутал его практически до нитки обобрал. И что у меня на данный момент есть? Давайте посмотрим. Фляга с водой, полная и две баночки, три-четыре, четыре баночки газировки, две, три, четыре банки консервов и немного различных патронов. Перевязочный материал вполне этого достаточно и отравленная вода, которую все-таки, наверное, пить не буду. Также у меня есть карта, довольно уже неплохая карта. В общем-то, шмот, который особенно сильно и незаметно. Если другие игроки захотят напасть, то, в общем, можно спрятаться, скинуть рюкзак и без палева в этой зеленой зеленой куртежке и в этих штанишках можно, в общем-то, в траве заныкаться где-нибудь. Вот такие вот, ребята, дела. Рация у меня есть, непонятно, зачем она мне нужна вообще. Ну, проще ее выкинуть, чтобы, наверное, место не занимало. Есть веревка для связывания, то есть, кого-то поймать, связать, не знаю, ну, зачем она тоже нужна. Связывать лично я никого не собираюсь, я мирный, я добрый человек. Ну, вот, вот такой шмот у меня. Новенькие ботиночки, перчаточки, правда, худенькие, скажем так, которые нужно заменить. И кобура для пистолета. В данном случае я направляюсь, так я уже сказал, на военный аэродром. Это очень далеко, особенно не иметь радаров, как в других, допустим, играх. Действительно сложно будет туда добраться, потому что, на самом деле, и зомби, конечно, тоже представляют опасность. Они могут заразить. Антибиотиков у меня пока что нету, и я, сколько я не играл, я так и не встретил. Он не титрот из клина, не алкоголя, которым можно обеззараживать раны после нападения зомби. Такие вот, ребят, пироги. А если попадется еще какой-нибудь злостный игрок, который захочет вас непременно убить, то, в общем-то, гейм овер, как говорится. Вот такие вот, такие вот, фишки. Ну что же, побегу я на военный аэродром, по пути будут мне попадаться различные населенные пункты, которые я, конечно же, тут же буду лутать, потому что нужна вода, нужна еда, да и мало ли, возможно, я найду какое-то еще и оружие. Ну, вдруг, а вдруг. Или какой-нибудь шмот полезный, типа контейнеров различных и прочего, барахла. А что насчет воды, я хотел сказать бы еще. Вода, которую вы набираете из колонки во фляжку, нужно пить ее в первую очередь. То есть, не используйте банки с газировкой, пока у вас есть вода, потому что вода имеет свойство портиться. Буквально после четырех часов, проведенных в игре, ваша фляжка уже становится испорченной и воду пить нельзя, и приходится выкидывать вместе с фляжкой. То есть, опорожняйте в первую очередь фляжку, когда вы видите какую-то колонку, выпивайте, потом напивайтесь воды из колонки и снова набирайте во фляжку. То есть, вот только таким образом вы можете сохранить и флягу у себя, и воды напиться. Нормальный, я имею в виду, конечно, незараженный. Так, ну что, забежим, глянем, заскочим. Думаю, зомбаков здесь нет. Но если нет зомбаков, то, скорее всего, и лута здесь нема. Ну да, как правило, где зомбаки, там и лут. Скоро обещали ввести в игру транспорт, но я думаю, этот транспорт по-любому придется ремонтировать, чтобы на нем ездить можно было. И, конечно, для этого уже нужна будет какая-то такая серьезная довольно-таки компания, там, в 3-4 человека, чтобы можно было отражать вражеские атаки и использовать транспорт как-либо по назначению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За оружием и боеприпасами, за хорошим вещмешком Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте И ждите новых серий Всем пока, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok